всем привет рад видеть вас на канале волга f1 раздел компьютерная грамотность сегодня мы с вами поговорим о том как можно ускорить ноутбук или компьютер то есть ускорить работу ноутбука или компьютера есть два способа это аппаратный и программный сегодня мы поговорим об одном из простых аппаратных способов ускорить компьютер для этого нам потребуется всего лишь флешка то есть нам не надо закупать дополнительной оперативной памяти разгонять процессор или покупать новый процессор мы берем просто обычную флешку так как какая потребуется нам флешка флешка можно взять и для начала любой но если вам понравится эта технология то конечно в будущем лучше приобрести более скоростную флешку в данном случае использую флешку та которая есть из свободных она у меня на 4 гигабайта но лучше использовать по объему чем больше тем лучше по скорости тоже чем тем чем больше тем лучше лучше использовать флешку с usb 3.0 в данном случае у меня 20 но порт usb я буду использовать 30 и так давайте подключим флешку к избе порту и при подключении флешки появляется автозагрузочка меню автозагрузки и вот здесь вот внизу в данном случае мы видим ускорить работу системы обычно на эту надпись никто не обращает внимание но мы сегодня на нее обратим давайте нажмем и посмотрим что у нас здесь появится то есть появляется свойство флешки и сразу открыта вкладочка с технологией ради boost то есть по умолчанию она не используется это устройство второй пункт предоставлять это устройство для технологии ради boost и использовать это устройство то есть зарезервировать в первом можно поставить он будет использовать свободное пространство флешки и если поставить здесь можно выбрать определенный объем свободного места сколько вы хотите выделить для этой технологии и нажимаем применить то есть компьютер система переводит флешку в технологию ради boost вот что это дает давайте сначала еще раз и это все отключим и посмотрим еще другой способ запустим мой компьютер то есть вот здесь мы увидим флешку 111 у меня на ней что-то записано до записано и давайте я ее отформатирую файловой системе нтфс нтфс система более быстро и я надеюсь что это еще даст какой-то прирост скорости файловой системы до ради boost видно до конца не отключилась так все форматирование завершено флешечка чистая и теперь чтобы ее перевести на технологию ради boost нажимаем правую кнопку свойства так у меня сейчас загружена куча процессов специально для теста и немножко компьютер притормаживает так выбираем вкладочку ради boost нажмем наверное второй пунктик выберем полный объем нажимаем применить все флешка перешла в режим ради boost вот он показывает что она вся занята этим процессом так но теперь нам надо давать ее протестим действительно ли если польза от нее для этого откроем панель управления здесь категориях выберем значки чтоб нам не искать выберем администрирование и здесь нам нужен системный монитор вкладочки закроем лишнее так это закроем то есть вот здесь в в этом окне выбираем вот здесь системный монитор нажимаем зеленый плюсик кстати давай это двиню сейчас у нас идет загрузка процессора здесь нам надо выбрать кэш кэш ради boost вот он нажимаю вот на эту стрелочку вниз и давайте выберем все все пунктики которые мы будем тестировать нажимаем shift и стрелочкой вниз выделяем так нажимаем добавить окей так сейчас пойдут пойдет график по всем пунктикам давайте его расширим и здесь мы видим так вот это вот загрузка процессора осталось у нас ее можно отключить до отключаем пока отключим и остальные вот синенькие у нас чтение из кэш вот это вот голубой идет чтение из кэш синий степень сжатия но он должен оставаться на одном уровне примерно так ну и так далее давайте запустим какой-нибудь процесс хотя у меня сейчас и итак запущено так запустим к мы вот я например сейчас запустил видео редактор vegas pro 13 версия и здесь у меня просто запустил шкалу времени на просмотр и у нас видим как по шкале идет сразу бросок вверх так фиолетовые у нас это пропущенное чтение голубые чтение с кэша байт ну то есть технология работает мы видим что идет нагрузочка на нашу флешку флешка мигает лампочка на флешке постоянно моргает то есть мы видим что это работает что вообще дает эта технология ради boost то есть идет кэширование данных то есть из оперативной памяти и обычно этот кэш он записывается на жесткий диск жесткий диск по чтению достаточно быстрый но по отзыву из-за того что там головочки бегают туда-сюда по отзыву он несколько тормозной и вот эта флешечка ради бусто с технологией ради boost наша флешка она используется как буфер обмена данными между оперативной памятью и жестким вот и и соответственно это ускоряет работу то есть флешка является кэшем кэшем информации видим что у нас график уже на пределе вот давайте еще подключим процессор как у нас процессор до процессор у нас вообще вот мы видим красненькая полоска наверху тоже полностью загружен но еще где можно посмотреть графики работы если вам интересно нажимаем контр-альт-альт-делет ну и пока диспетчер задач у нас подгружается или он уже подгрузился подгрузился вроде нет подгружается еще скажу что почему я вспомнил про эту технологию ради boost то есть я использовал очень давно на своем стареньком компьютере когда только появилась семерка компьютер тянул тяжело и и то есть особенно если что-то я запускал там серьезная вот и тогда я использовал эту технологию ради boost потом я про нее забыл когда появился у меня ноутбук но сейчас вот уже с новыми программами ноутбук тоже при некоторых процессах просто начинает под завис но не зависать и начинает работать медленно и я вас понял про эту технологию и поставил себе и решил рассказать ее не и вам вот так же я еще использую одну программку для программного ускорения своего ноутбука и про нее я вам расскажу скорее всего в следующем видео так что-то у нас не запустился диспетчер задач куда он у нас подевался ага вот он то есть вот здесь вот вкладочка быстродействие тоже можем видеть тут у нас идет загрузка процессора но сейчас я остановил vegas pro и процессор не сильно загружен видим загруженность физической памяти вот кстати видим кэширование 226 мегабайт то есть вот таком духе и давайте сейчас здесь снова запущу vegas с мой вот процессор сразу идет на сотку память остается примерно также но слабое место в принципе в этом ноутбуке сейчас это процессор разгонять в ноутбуке процессор вещь очень опасная то есть дополнительного охлаждения здесь особо не поставишь и то есть использует тот который есть вот ну и на этом наверное я закончу смотрите мои следующие видео о том как какую я программу использую для ускорения своего компьютера особенно когда он сильно загружен программка в принципе тестировал очень много разных программ и вот та программка мне понравилась более-менее действенная ну и все кому было полезно ставьте лайки подписывайтесь на канал следите за новыми видео ну и всем пока удачи а а